Открытие в деревне Захарова Поляна Сказок на земле, где прошли детские годы основоположника русского литературного языка и отечественной поэзии Александра Пушкина – событие, если не мировой, то всероссийской значимости. Вряд бы в Захарова появился этот уникальный центр, если бы не губернаторская программа парки Подмосковья. Сегодня, в день 4-х 30-летия деревни Захарова, разрешите вам преподнести подарок – это Поляна Сказок в нашем Захаровском парке. Мы очень долго шли к созданию этой Поляны, и сегодня вы увидите композиции по всем семи сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Глава поселения, староста деревни Захарова и гость праздника Дмитрий Голубков разрезают красную ленточку. Тамара Шутикова без малого всю жизнь проживает в Захарова и лучше других знает историю деревни. Сегодня будет экскурсия по сказкам, а мы в школе учили все сказки наизусть. И за это нам давали в подарок сухарик военный, такой длинненький желтый сухарик. Это была высшая награда. Старосту деревни приветствует руководство парка, директор Наталья Мелентьева и ее зам Екатерина Тихонова. На поляне сказок собрались вместе все пушкинские персонажи. В центре грандиозный дуб, его мощные корни прорвали землю и служат укрытием для посетителей. Мало ли что может случиться на поляне, где имеет свои апартаменты, взгромоздившаяся на пьедестал хвастливая баба-яга. Строчки у лукоморья дуб зеленый, вступление к поэме Руслана Людмила, конечно, помнят все. В сказки Пушкина входят список алмазов не только русской, мировой литературы. От казовиков подмосковья я вас поздравляю с этим прекрасным днем, с этим прекрасным праздником, с этим прекрасным парком, молодцы, здорово! На открытие поляны приехали артисты московского театра «Чудаки». Они предложили ребятам посоревноваться в силе ловкости, повеселиться вместе с танцующими музыкальными инструментами. Актриса театра «Кукол» Светлана Юревич вместе с котом-ученым организовали игру «Приключения по лукоморским неведомым дорожкам». Поляна сказок. Сегодня в районе этому творческому центру аналогов нет. Малыши здесь могут впервые познакомиться с поэзией Пушкина, взрослые повторить пройденное. У каждого свой Пушкин. Главное помнить. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...